Сегодня в Черкесске при поддержке главы Республики Рашида Темрезова открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники прошли специальную подготовку и готовы оказать всю необходимую поддержку участников специальной военной операции. На открытии регионального филиала фонда побывал Артур Мхце. Примерно неделю назад правительстве Карачао-Черкесии официально объявили о скором начале работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов боевых действий и их семей «Защитники Отечества». И вот сегодня в Черкесске по адресу улица Гагарина, 24, состоялось его открытие. В торжественной церемонии принял участие глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. Здесь реально должна быть забота о каждом члене семьи. Мы в ближайшее время внесем еще дополнительный перечень тех льгот и тех позиций, которые мы сегодня делаем для наших военнослужащих, которые сегодня принимают участие в социальной военной операции. И по их возвращению целая программа у нас, и по открытию частного бизнеса, и по займам у нас в ближайшее время мы ее обнародуем. Это все то для того, чтобы люди, которые завтра, наши ребята, которые завтра вернутся домой, вернутся они с победой, естественно, чтобы они могли заняться и бизнесом. Кто-то увидит себя, может быть, в какой-то политической деятельности, законодательной деятельности. Конечно, мы будем с каждым непосредственно и разговаривать, и предлагать. Для социальных координаторов была организована специальная подготовка. В муниципальных образованиях создали все условия для эффективного выполнения сотрудниками своих обязанностей. Руководителем филиала Государственного фонда назначен Марат Абазалиев. Мы будем работать конкретно с людьми и оказывать точечную помощь всем, кто к нам обратится. Специалисты фонда находятся только здесь или по муниципальным образованиям тоже какие-то будут? В муниципальное образование у нас 25 человек социальных координаторов, которые прошли обучение в Пятигорске. Несмотря на то, что основным видом деятельности защитников Отечества считается поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей, полномочия организации куда шире. Помощь будут оказывать также всем ветеранам боевых действий. Предусмотрено постоянное взаимодействие отделения с многофункциональным центром рядом региональных министерств и ведомств, в том числе в сферах здравоохранения, труда и социального развития. Артур Махцей, Мухаммед Ашабоков, Вести, Карачао, Черкесия.